Краснодарского края Александр Викторович Усс сегодня с нами. Это приятно и здорово, когда губернаторский корпус на нашем большом собрании представлен таким авторитетным человеком. А если взглянуть на карту лесопромышленную, и, собственно, это ключевой фактический регион. То есть, я так понимаю, что вы планируете увеличить доходы, связанные с кубометром заготавливаемого леса, практически в три раза. И за счёт каких технологий? Вот хочется прямо сейчас спросить господина Уса. Здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо большое. Как там заработает, наверное? А мы с вами и без микрофона можем, если что. Я услышал то, что у вас есть дом из кедра такой, но у меня есть у меня тоже. Давайте, может быть, смотрите. Нет, вы присядьте на моё место, просто здесь всё работает. Включать. Могу порекомендовать вам только пойти дальше и построить баню. Она у меня тоже есть, но рекомендую, конечно, не из кедра, а из осины. И более того, готов предложить вам лучших в России рубщиков. Они живут, конечно, в Красноярском крае. Но для этого сначала надо предложить несколько мероприятий в Красноярском крае с привлечением крупного бизнеса. И когда мы с вами вместе заработаем, тогда сразу и построим. Я думаю, баня стоит не так дорого. Это вполне нам по силам. Теперь, собственно, о вопросе. Конечно, Красноярский край – это очень серьёзный лесной регион. Но надо сказать, что доля лесной отрасли в бюджете Красноярского края, конечно, явно незначительна. Ну, скажу в качестве, так скажем, доказательства этого, что бюджет у нас составляет более 200 миллиардов, причём доходы от лесной отрасли составляют не более двух. При том, что там сосредоточены большие лесные ресурсы и 14% всех лесных площадей, что называется, России – это именно Красноярский край, причём качественный лес в основном хвойных пород. Что нужно сделать для того, чтобы, что мы планируем сделать для того, чтобы долю лесной отрасли в наших доходах в бюджете увеличить, собственно, отвечая на ваш вопрос? Ну, прежде всего, даже при том уровне экономической активности в лесной отрасли эти доходы могут быть увеличены за счёт наведения там должного порядка. Это предполагает разное направление деятельности, начиная от иного подхода к установлению ставок за аренду лесных участков, включая, естественно, жёсткую борьбу с так называемыми чёрными лесорубами. Это бич лесной отрасли и не только в Красноярском крае, биржевая торговля и многое другое. Но, тем не менее, экономическая активность в лесной отрасли должна применительно к краю резко возрасти. Для этого у нас есть все основания. Скажу простую вещь. Сегодня расчётная лесосека в Красноярском крае – это более 80 миллионов кубометров. Мы сегодня готовим в 4 раза меньше, о чём сказал Иван Владимирович, лес нужно рубить и своевременно рубить, поскольку это своеобразный огород с циклом воспроизводства 80 лет. При этом хочу отметить, что в последний буквально год-два мы серьёзно продвинулись в этом плане, поскольку имеем дело не только с увеличением лесозаготовки, но взрывными результатами в этой области. Только за последний год нам удалось увеличить объёмы практически на 30%. Я подчёркиваю, за один год. Возрастает инвестиционная привлекательность лесов Красноярского края. Вот наши федеральные коллеги согласовали 10 крупных инвестиционных проектов, и 9 из них находятся в стадии, 9 ещё, прошу прощения, находятся в стадии согласования. Причём, что особенно важно подчеркнуть, речь идёт не о традиционных формах работы там, то есть лесопиломатериалы, хотя и качественные, но и те самые виды продукции с высокой добавленной стоимостью. Это и мебельный щит, это и клеёный брус, это и пилеты, это и шпон, и мы надеемся в ближайшие годы всё-таки запустить вновь крупный мебельный комбинат, что называется, который был построен в Красноярском крае, но по целому ряду причин, связанных прежде всего со снижением спроса, он фактически сейчас остановился. Но самый большой проект обозримого будущего, это, конечно, то, о чём вот здесь уже было сказано, это строительство современного ЦБК. Проекту этому, идее точнее, этому уже много-много лет, он в своё время был привязан ещё где-то в период социализма. Сейчас у нас есть три игрока, и я надеюсь, что в честной спортивной борьбе кто-то из них победит и первым построит ЦБК. Но я не исключаю, что по примеру русской платины и норильского никеля, которые теперь осваивают так называемое месторождение Медвежий ручей, они как-то объединят свои усилия, и в течение одного года будет принято решение о том, что проект этот стартует. Это не только важно с точки зрения налоговых поступлений, по минимуму полтора миллиарда долларов стоит этот проект, но и это нам необходимо для того, чтобы ликвидировать важнейший тромб лесной отрасли, отсутствие у нас современной лесохимии. Ну и надеюсь, что вот те задачи, которые Иван Валентинович нам назвал в качестве лесовосстановления, в Красноярском крае тоже будут образцово-показательно решены, поскольку, к сожалению, баланса у нас здесь по-прежнему нет, и заготавливаемый при малых объемах, тем не менее, меньше, чем восстанавливаем. Вот вкратце все. Спасибо, Александр Викторович. Ну, не сомневаюсь, что так же динамично все будет развиваться, как игра Красноярского Енисея. Причем не только в бенде, да, в русский хоккей, но еще и в футбол. Так что успехов. Спасибо вам большое. Давайте про инвестиции поговорим, друзья. У нас, кстати, мало времени остается. У многих самолеты, так сказать, заправлены планшеты космические.